Старшеклассники Старого Оскола сегодня вновь писали итоговое сочинение, которое необходимо для допуска к ЕГЭ. Это дополнительный день для тех, кто в первый раз получил незачет или пропустил основной срок по уважительной причине. Также сегодня сдавали экзамен выпускники прошлых лет и вновь прибывшие на территорию России. Всего за парты сели 35 человек, а аудитории для них выделили в 27-й школе. Экзамен стартовал ровно в 10. На написание отводилось 3 часа 55 минут. В тексте необходимо было использовать минимум 250 слов. Размышляли выпускники на одну из пяти предложенных тем. За письменную работу можно получить зачет или незачет. Для тех, кто пишет сочинение повторно, это последний шанс в этом учебном году получить доступ к ЕГЭ. Еще один срок 6 мая отведут для выпускников среднепрофессиональных учебных заведений. Итоговое сочинение впервые ввели в этом году. По мнению специалистов, оно позволит более глубоко оценить уровень подготовки будущих студентов. Качество знаний выпускников по русскому языку все-таки недостаточное. Поэтому, конечно, я считаю, что это необходимая мера, которая готовит выпускников к поступлению в ВУЗы. Для написания сочинения достаточно, чтобы в самом сочинении было не менее 250 слов. Это небольшой объем, который доступен для выпускников.